Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске давайте посмотрим на тесты видеокарты RX 6900 XT, взглянем какие видеокарты смогут дать комфортный фреймрейт в Cyberpunk 2077 и узнаем когда Intel собирается снять с производства старые процессоры. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с новой видеокарты, которая получилась очень странной. Буквально только что дочерняя компания ASRock под названием ASRock Rack представила наверное самую странную видеокарту названную просто M.2 VGA. Такое устройство использует микросхему Silicon Motion SM750 со встроенной памятью и построена в формате 2280. Новинка смогла разместить себе 16 Мб памяти DDR1 и позволит вывести изображение в разрешении Full HD через аналоговый разъём DSAP. Конечно поиграть в Cyberpunk такая видеокарта не даст, но для обслуживания серверов точно пригодится. Тем временем компания ADATA пополнила свою линейку корпусов. Новинками стали модели Defender Pro в чёрном и белом цвете, которые смогут принять на борт даже плату EATX. К вентиляции таких корпусов вопросов вообще не возникает. Они получили сетчатую переднюю панель и комплектуются тремя вентиляторами XPG Vento с адресуемой RGB подсветкой. А следующая новость принадлежит уже красному лагерю, в котором вышли тесты RX 6900 XT. Первым делом давайте посмотрим на разгонный потенциал. Все эталонные видеокарты упираются в Power Limit и позволяют получить прибавку всего 5 %. А если сравнивать её в стоке, то RX 6900 XT сможет предложить примерно на 7 % больше кадров, чем RX 6800 XT. В некоторых играх у неё даже получилось забрать первенство у RTX 3090, но это скорее исключение, чем закономерность. В подавляющем большинстве игр она выступает между RTX 3080 и RTX 3090, если сравнивать с зелёным лагерем. Но если хоть на секунду вспомнить о лучах, то все эти показатели становятся не такими радужными. В новом бенчмарке 3D Mark она даже не дотянулась до RTX 2080 Ti. В игре Control она выступила на уровне 3070 и 2080 Ti, что и подтверждает правдивость бенчмарка. В общем, видеокарта неплохая, но на мой взгляд RX 6800 XT выглядит намного лучше и разница в цене у них не 7 %, а намного больше. Также RX 6900 XT уже протестировали в майнинге, где она дала почти 90 Мехэш. Результат, конечно же, неплохой, но вряд ли он как-то заинтересует майнеров. А партнёры AMD уже показали не талонные варианты RX 6900 XT. Компания Asus анонсировала видеокарту из линейки TUF Gaming с огромным охлаждением, но информации о характеристиках и цене пока что нет. Компания Asrock также представила модель Phantom Gaming D с заводским разгоном, но характеристики никто не называет. А в зелёном лагере появились очень красочные видеокарты RTX 3060 Ti в исполнении Zotac. Самой мощной новинкой стала модель 3060 Ti PGF OC, которую разогнали почти на 4 % относительно стока. Более простой моделью выступает Apocalypse OC с разгоном в 2 %. А самой младшей картой стала 3060 Ti X Gaming OC с довольно разноцветным внешним видом. А в синем лагере компания Intel устроила чистку процессоров, уведомив об этом своих партнёров. В свежем документе они перечислили самые разнообразные модели от Celeron G4930T до Core i9-9900K, которые перестанут выпускаться 24 декабря следующего года. А заказать их партнёры смогут вплоть до 25 июня 2021. Так что если вы хотели приобрести систему на базе Coffee Lake Refresh, то лучше это сделать до конца следующего года. Тем временем эра имплантов уже на подходе. Завтра наконец-то выйдет игра Cyberpunk 2077, вокруг которой развернулся очень большой хайп в преддверии выхода. На сайте Metacritic уже появились оценки западных журналистов на долгожданный боевик и сейчас у игры 91 балл из 100 возможных и это очень неплохой результат. Многие рецензенты в восторге и поставили максимальную оценку, но есть и те кто говорит, что ожидал большего. Cyberpunk 2077 хвалят проработанный сценарий, симпатичных и сильных персонажей, ошеломляющую свободу, красивый и детализированный мир, обилие и разнообразие выдающихся квестов. А также разноплановый игровой процесс, который вобрал в себя самые лучшие элементы шутеров, ролевых игр, квестов, приключений и прочих жанров. Из недостатков отмечают большое количество багов и ошибок, чрезмерную напыщенность повествования, местами не самую лучшую детализацию графики, некоторых пресных персонажей и не всегда атмосферный город. Но обзоры обзорами, а издание Tom's Hardware провело тестирование предварительной версии Cyberpunk 2077 на разных видеокартах. Во время тестирования использовался процессор Core i9-9900K, а самой игре, которая проверялась специалистами, установлена DRM-защита Denuvo, что могло снизить немного производительность. При средних настройках в разрешении 1080p поиграть можно будет даже на 1060, хотя для стабильных 60 кадров всё-таки понадобится карта чуть мощнее. Видеокарта RX 6800 XT в таком пресете может отрисовать более 100 кадров, обогнав даже RTX 3080 и RTX 3090. Но как только Cyberpunk запустили в 4К, то карты зелёных сразу же вырвались вперёд. На средних настройках 6800 XT уже не смогла выдать стабильные 60 кадров, в то время как RTX 3080 держится на грани этого значения. А если включить ультра настройки в 4К, то даже RTX 3090 выдаёт всего 46 кадров, а с лучами фреймрейт и вовсе падает до 26. И чтобы стабильно поиграть в 60 кадрах, необходимо просто активировать DLSS и тогда даже RTX 3080 сможет дать хороший фреймрейт. Но к сожалению, на картах AMD такой технологии ещё нет, поэтому поиграть на 6800 XT можно будет только в 30 кадрах на ультрах в 4К. Тем временем одна компания провела исследование рынка компьютерных мониторов, которые оказывается вошли в моду. По итогам третьего квартала текущего года продажи ПК дисплеев взлетели на 15,9% по сравнению с третьей четвертью 2019 года. Причиной такого роста скорее всего стал перевод многих работников на удалёнку, а также дистанционное обучение в школах и вузах. По итогам исследования, с июля по сентябрь в глобальном масштабе было реализовано 37,5 миллионов компьютерных мониторов. А лидером рынка сейчас является Dell Technologies с долей почти в 17%. А вот компания Google оказывается готовит свои собственные процессоры для смартфонов и ноутбуков. По сообщениям сетевых источников, они уже добились значительных успехов в разработке собственных процессоров. Уже в следующем году эти кристаллы могут появиться в смартфонах Pixel, а в дальнейшем они найдут применение в компьютерах под управлением операционной системы Chrome OS. Первый такой процессор уже получил кодовое имя Whitechapel. Он проектируется специалистами Google в сотрудничестве с Samsung, и именно южнокорейский гигант в дальнейшем займётся производством изделия, для которого предусмотрена 5-нанометровая технология изготовления. Его архитектура предполагает наличие восьми вычислительных ядер ARM, а также специализированных средств, оптимизированных под инструменты машинного обучения Google. А отдельный узел процессора будет отвечать за работу интеллектуального помощника Google Assistant в постоянно включённом режиме. Переход на подобные процессоры поможет Google не зависеть от сторонних производителей и сможет обеспечить максимально эффективное взаимодействие аппаратной и программной части своих устройств. Тем временем на рынке ноутбуков уже скоро появится новый игрок. На днях площадка электронной коммерции лицензировала марку Nokia для выпуска различных продуктов, не имеющих отношения к смартфонам и телефонам. Опубликованный тизер говорит о том, что к выпуску готовятся ноутбуки Nokia под названием PureBook, но большей информации на данный момент нет. А из мобильного лагеря прилетела очень интересная новость. Сообщается, что Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra уже были сертифицированы бразильским телекоммуникационным агентством. И согласно документации, новые смартфоны будут поставляться без зарядных устройств. Это довольно странный ход компании Samsung, ведь совсем недавно за это ругали Apple. Которые кстати выпустили большие наушники AirPods Max. Купертиновцы умудрились туда вставить два десятиядерных звуковых процессора. Колесико как у Apple Watch и активное шумоподавление. Они обещают потрясающее звучание, которое они очень долго создавали. Но вот цена вышла у них очень большая. В Штатах их можно купить за 550 долларов, что примерно 40 тысяч рублей. Но доехав до России они стали стоить 63 тысячи рублей. А за такие деньги есть очень много профессиональных наушников с потрясающим звучанием. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.